Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим с вами о заболеваниях после анального секса. Многие думают, что после орального и анального секса невозможно заразиться половыми инфекциями. Действительно, ими можно заразиться определенными видами несколько реже, а некоторыми нельзя вообще. Однако другими можно заразиться даже часто, чем при обычном сексе. Сегодня мы разберем, каковы особенности заражения инфекциями после анального секса. Мы сегодня не будем разбирать разные травмы от анального секса. У меня были мужчины нетрадиционной ориентации, которые непосредственно рассказывали о достаточно сильных порывах кожи слизистой оболочки в области прямой кишки после каких-то своих сексуальных игрищей. Даже они ездили по этому поводу к проктологу и им зашивали подобные серьезные разрывы. Поэтому действительно такое тоже возможно и все-таки область ануса обладает гораздо меньшим потенциалом достижения по сравнению с классическим сексом. Соответственно, итак, какие же инфекции возможны при передаче анальным сексом? Во-первых, можно даже чаще, чем при обычном сексе, заразиться такими инфекциями, как сифилис, спид, гепатит B и С. Почему это происходит? Потому что в области ануса имеется венозное сплетение, достаточно серьезное скопление сосудов, которое часто травмируется даже незаметно для пациента, и это приводит к резкому увеличению количества микротравм и контактов с кровью, которые необходимы для заражения такими инфекциями как сифилис, спид, гепатиты B и C. Примерно в 2-3 раза чаще такими инфекциями можно заразиться при анальном сексе. Соответственно, здесь можно упомянуть, что, например, тот же самый сифилис, даже первичный шанкар, часто располагается в области ануса. Об этом вы можете посмотреть отдельное видео на нашем канале. Также там могут располагаться и проявления вторичного периода и появления третичного периода, которые, к счастью, встречаются в настоящее время достаточно редко. Однако все эти периоды могут вполне локализоваться в области заднего прохода и, соответственно, быть заразными при половом контакте. Кроме того, при половых контактах после анального секса вполне можно заразиться такими инфекциями, как, соответственно, гонорея, холомидия, которые живут на постоянной основе в области ануса. То есть заразившись при оральном контакте, пациент носит в области ануса постоянно эти возбудители и может вполне передавать их при последующем анальном контакте. Так же отмечается в случае заражения половым герпесом, который часто локализуется в области заднего прохода у гомосексуалистов. Часто именно локализация герпеса в области заднего прохода говорит не только об его зараженности при половых контактах, но и заболеваниях области щитовидной железы, причем-то такая средств наблюдается статистически доставленно. Поэтому при герпесе в области заднего прохода всегда проверяют гормоны щитовидной железы, ее функцию, а в ряде случаев делают даже УЗИ. Кроме того, можно вполне заразиться теми же остроконечными герпесами герпесами, которые локализуются в области ануса и даже из этой области берется один из анализов – Дайджин-тест, о чем вы можете посмотреть отдельное видео на нашем канале. Кроме того, грибки кандида также вполне могут жить в области ануса, поэтому кандидоз или молочница также может поражать пациентов обоих полов при анальном сексе. Это основные возбудители, которые могут жить и передаваться при анальном сексе. В ряде случаев, если половые контакты между партнерами проходят при малом периоде, например, в один и тот же день имеется контакт с разными половыми партнерами, то даже те инфекции, которые не живут в области ануса на постоянной основе, те же самые микоплазмы, реоплазмы вполне могут заражать активного партнера, в том случае, если они, скажем так, транзиторно, временно поселились в области ануса. Без сравнения, гибель их происходит не сразу, это достаточно комфортная среда, но все-таки жить на постоянной основе они там не могут. Поэтому такие возбудители, как ауриоплазма, микоплазма, горднерелла, цитомигаловирус, они живут в области ануса в достаточно короткое время, поэтому и заражение такими инфекциями происходит гораздо реже, чем при классическом сексе. Поэтому проверять в первую очередь стоит на вышеперечисленные мной заболевания как с области половых органов, так и с области заднего прохода. Часто в нашей клинике мы берем отдельно мазочки с заднего прохода на наиболее часто встречаемые вышеперечисленные мной заболевания. При необходимости диагностики и лечения заболеваний после анального секса вы можете обращаться к линерологам и гинекологам нашего медицинского центра Платон КВД в Москве. У нас принимают грамотные врачи, которые занимаются диагностикой с помощью мазков и анализов крови на все рассматриваемые сегодня нами инфекции. Ждем вас в нашей клинике, а также подписывайтесь на наш канал в Инстаграме и наш канал на Ютубе. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok